позже записанных. Вот, но один из случаев, он чем удивителен, что это был спиритический сеанс прилюдный, прилюдный такой, в большом городе, там одного мужчину судили, вот, и, насчет-то, его подозревали в убийстве жены, вот, или, ну, одним словом, ну, женщины, не знаю, не помню сейчас уже детали. Так вот, в убийстве женщины, и, значит, судьи разделились во мнениях, там, не знали, что делать, народ тоже разделился в городе во мнениях, вот, волшебников в ближайших городах не было, обычно вызывали какого-то спиритиста, чтобы он, значит, в суде, как бы, вот, опросил свидетеля умершего, вот, духа. Значит, и вызвали вот этого Макария Египетского, попросили его прийти из пустыни, он это сделал, пришел, вот, горожане и судьи с тем мужчиной вместе пошли на кладбище, к той могиле, где-то женщина была похоронена, вот, и Макарий Египетский, он каким-то образом там вызвал духа этой женщины, вот, которая говорила к собранию к этому, к судьям и горожанам. Горожане опознали голос этой женщины, как бы, что это она, вот, и из этого сеанса, такого, прилюдного, та женщина все обвинения с этого мужчины сняла, вот, значит, и судьи признали его невиновным, вот, прям там, отпустили его. Вот, как бы, вот такой эпизод описывается. Спиритизм в Африке был популярен, вот, но это уже, я подчеркиваю, это не времена дохристианские, я вам рассказываю сейчас, а времена уже, казалось бы, христианского Египта уже, это уже четвертое столетие, вот так вот. Так что, делайте выводы, господа, на каком крайне низком духовном уровне находились, просто, это не просто дно, это прахитое дно, это уже реально общение с бесами. И вот, из этих эпизодов рождалось в христианстве учение, что, мол, можно молиться кому-то еще помимо господа, во-первых, во-вторых, можно молиться за упокой, за умершие души, вымаливая их, вначале же, на речь, конечно же, о душах умерших вне христианства, но потом, как бы, по мере распространения этого учения, стали молиться и за умерших, наоборот, как раз в христианстве, вот, потому что христианство стало уже повсеместным, уже распространенным, значит, да, как религия. Вот, и, ну, я тоже это делал, когда-то, тоже молился за упокой, за умерших, и вот до 96-го года, будучи священником традиционной русской православной церкви Московского, да, я молился, как и тысячи моих коллег, до сих пор молился, молился за упокой, но, знаете ли, однажды я разочаровался в этом учении, разочаровался и в практике, и в теории этого учения. Почему? Библия вернулась в мою жизнь. В 96-м году Библия вернулась в мою жизнь. И вот через познание истины, через возвращение к библейскому учению, я разочаровался в учениях человеческих, в учениях бесовских, которые практиковал до того момента. Ведь я полагал, что я служил Богу. Я серьезно полагал, что я служил Богу, ну, я и служил Богу, конечно, но во многих вещах, в которых я полагал, что я служил Богу, я служил дьявол, оказывается. Очень неприятно было пробуждение, честно говоря. Очень неприятно было это осознать, очень неприятно было это не просто даже осознать, а даже что-то и с этим делать надо было. Слава Богу, что хватило мужества, и супруга меня поддержала, меня тогда в эту трудную минуту, такую переломную, кризисную минуту. И я вышел, по идейным соображениям, вышел из традиционной вот этой русской православной церкви, московской патриархаты. И, конечно, я хотел сказать протестантам, мы с моей супругой, мы даже ходили в разные собрания, но протестантам из меня не получилось. Вот, где-то несколько месяцев я посещал разные собрания, но у меня друзья были, получается, даже еще до момента выхода официального, у меня уже были друзья уже, протестанты, и бесятники, и баптисты, и адвентисты, и харизматы, то есть очень разные. И, понимаете ли, даже они между собой так особенно не общались, а я дружил со всеми этими людьми. Вот, и, как бы, думаю, сейчас в один коллектив вольешься, вроде с тем уже, как бы, уже, значит, так не пообщаешься. Вот, а мне не хотелось прерывать это общение. Тем более, что я вижу, люди-то добрые, и Дух Божий, он дышит, где хочет. И я так, мне было так, знаете ли, даже немного смешно, что некоторые эти протестантские церкви считали, что только лишь у них благодать, вот это вот, и они, как бы, самые такие духовные. Я уже этим переболел, только в еще более страшной форме, конечно. Да, протестантам не снилось такое даже. Вот, значит, я переболел в гораздо более жесткой форме, этим недугом сектантским. Вот, и, конечно, оброгшись на молоке своем, я на чужую воду дул уже даже. Он, как бы, смотрел на братьев, говорю, да что вы делаете вообще, значит, побоитесь Бога. Действительно, наши земные перегородки, барьеры, они до неба не доходят. И, в общем-то, по откровению от Бога, решил, ну, что, менять-то мне конфессию, динаминацию. Был, я останусь православным, значит, и вот до сегодняшнего вечера являюсь православным обновленцем, реформатором, слава Богу. Вот, а таковым являюсь по откровению от Бога, не просто даже через умозаключение, это тоже, конечно, было, но большей частью это было через как раз откровение от Бога. Читая Слово Божье, получая вразумление во сне, наяву, видение, сновидение, вот, истолкование языков, очень разнообразные были, рочества, очень разнообразные были источники вот этого понимания, откровения от Бога. Ну, и в 2003 году, хотя в 96-м, когда вышел из традиционного православия, конечно, мне было трудно представить, что восточные православные церкви в целом могут реформироваться. Как это? Ну, честно говоря, мне больше казалось так, наверное, что Горбатого могила все-таки исправят. Вот, или, ну, как говорится, поздно пить боржоми. Вот, знаете ли, значит, не знаю, как-то, хотя иногда верю, молюсь, верю, не молюсь, верю, вот так вот было, верю, не верю. Как тот еврей, помните, говорил Иисусу, верю, Господи, помоги мы ему не верим. Вот он верит, да, но помоги мы ему не верим. Вера, которая похожа на неверие. Вот у меня тоже такая была вера. Временами верил, временами не верил. И так продолжалось долго у меня, довольно, вот, до 2003 года даже. Вот. И в 2003 году я, в общем-то, да, уже уверился, удостоверился, что действительно Бог хочет, или только не хочет, а Он сделает это. Сделает это. Воскресит православие. Вот. Он вообще все христианство обновит. Православие воскресит. И это будет потрясающее событие. Вот. И как я удостоверился в этом, я об этом рассказывал, как-то уже в Кривом Родине, раз уже даже. Вот. Через один случай, эпизод был, воскрешение из мертвых. я первый раз в жизни, когда молился за воскрешение умершего. вот. Это было в Сунской области, возле Крылевца, ДТП, и молился за подростка, школьника, старшеклассника. и он не только воскрес, но он еще очень быстро был исцелен. Вот. Скоро помощь забрала его с ранами, несовместимыми с жизнью. Его череп был сзади, вот как переспел арбуз, треснутый. кости разошлись, там мякоть, это мозги колокотали. Вот. и через 10-15 минут, когда его забрали, привезли его в Кривец, и он был совершенно здоров уже. То есть, голова у него срослась, кости срослись бесшовно, вот, кожа срослась, как будто не рвалась никогда. Кровь оставалась, мальчику кровь, значит, это неща была кровь, мальчика кровь. Вот. Врач сказал, следователю, вот в моем присутствии по этому поводу, комментируя, врач скорой помощи тот самый, который забирал, который все это видел, он говорил, что это не была массовая коллекционация, это не могло нам показаться, потому что кровь оставалась, свидетельствует, что все это было на самом деле, мальчика кровь. Вот. И его комментарий врача был такой, ну, это чертожчина какая-то. То есть, у него это было так, чертожчина. Да. Но, знаете, никакой черт не заинтересован в том, чтобы умершего поднимать и, значит, и больного исцелять. Это почерк Господа Бога всемогущего. И, знаете, друзья, да, и когда ему кровь все смыли, то не нашли ни царапинки, ни шишечки, ничего, что не как будто, то есть, внешне, как будто никогда у него воловая не трескалась, не лопалась, не что там, значит, не рвалась кожа даже. И вот, и когда хирург, ну, при нем раздевали мальчика догола, вот, хирург тоже был, конечно, он не видел, конечно, то, что видел мальчисторскую помощь, но он понимал, что, с его слов так, что, судя по одежде, должны быть повреждения на теле. Но, такое было ощущение при осмотре внешнем, что как будто бы его по дороге переодели в чужую одежду, потому что, значит, под одеждой было чистое тело, ни синяков там, ничего там, то есть, вообще, как будто бы чужая была на нем одежда, но это была его одежда, не чужая одежда. Вот. А потом, хирург был вообще в таком, просто как прострации даже, потому что, по ходу разговора, ну, они проверяли не только его тело, но и разгиб. Задавали вопросы, мы специально разговаривали с ним, он отвечал адекватно на все вопросы. Вот. И, по ходу разговора, хирург этот, мальчик, узнал этого, вот, и мальчик подтвердил, да, что хирург не ошибся, не опознался, да, это он, он лежал у них в хирургии уже, когда-то там с переломом, вот, и, значит, все зажило у него хорошо, с первого раза, он снова ходил, в школу, снова гонял там на мотоцикл, все нормально было у него. Но, когда мы делали снимки, вот здесь уже было очевидное, невероятное, потому что хирург, а он был убежденным там, атеистом, известным в этом городке, может, кстати, покойный, уже ушел в вечность, не так давно, вот, значит, несколько лет назад уже, да, значит, ушел в вечность. Вот, я был в Крыльевце, после этого, еще пару раз, проповедовал там, вот, хотя до того, я город его не знал, но после вот этого случая, конечно, я часто молитву вспоминал этот город, и Сумскую область, в частности, и, вот, пользуясь случаем, побывал там, проповедовал, общался там с медкарсоналом, с этими санитарками, с сестрами, которые, значит, очень живо помнили все это, как бы их так пересказывали на свой лад, это все, и благодарили меня за новую скорую помощь у них там, реанимационную машину, вот, так что, а там получилось, что я, как бы там, пару раз на телевизионных программах об этом рассказывал просто, в эфире, в большом, в США, вот, значит, и там документально показали, там, как бы, ну, они сделают, ну, американцы могут в шоу делать такое, но я там рассказал, в каком состоянии была ужасная там медицина, вот, что, когда скорая помощь приехала, это была не скорая, и не медицинская, и не помощь, хотя написано было, скорая медицинская помощь, что швидкам отлично допомогут, там, никакая не швидка, да, это была, это была буханка, уазик-буханка, очень тихоходная машина, вот, из медикаментов, эти носилки были, вот реально, я думал, такой только юморез как бывает, я думал, такой только бывает, там, где-то у Жванецкого, Заборного, где-то там, но, оказывается, в реальной жизни бывает, как юмористов, прям, реальный, из медикаментов, ну, халаток, и носилки, все, ничего, абсолютно, это, это катафалк, чем машина скорой помощи, вот, поэтому там одна надежда только на Бог, вообще, вот, и, там, я там, прямо в эфире, там, штатах, просто помолился, говорю, за тех, кто разворвал там всю медицину, Американцы, конечно, не верили, для них это кажется вообще, как будто бы мы инопланетяне вообще, что такое не бывает, но, местный депутат какой-то там, у него, видимо, либо совесть проснулась, либо, значит, там, ему дали команду, сверху, выделили машину, короче, даже в Киеве таких мало машин, мы с ним пыльки сдуваем, со всеми наворотами, вообще, даже в Киеве таких мало, вообще, машина реанимационная, там, 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 чудо, и потом, они все в коллектив ко мне подошли, говорят, батюшка, спасибо вам, мы знаем, что это, как бы, вы там протолкнули идею, такой, значит, да, и вот там выделили хорошую машину, вот, та ржавая буханка уже в прошлом у нас, интересно, ну, ладно, то есть, бог совершает чудеса, даже вот такие чудеса, вот, так что, если нужна новая машина реанимационная, скажите, вот, ну, я еще сделал вывод такой, что, если захотят, могут, вообще-то, вот реально, если захотят, богу, деньги-то есть, Украина не то, что, знаете, нищие, глагранцы, деньги есть, вот, просто надо, не воровать, надо, по назначению, все, и все, здесь такое процветание будет вообще, здесь, особо даже не надо, не надо ума-то, и фантазии, просто, не воруй, и все, ну, или хотя бы воруй, в полусилы хотя бы, и страна будет процветающая просто, вот, но я верю, что Бог даст, действительно, такую перемену в стране, и это многовековое проклятие, дураки, дороги, будет в прошлом уже, хорошо, друзья, вот, и, ну, по поводу этого мальчика, я расскажу так, все-таки, там, когда делали снимки, почему хирург был в таком просто, в шоке, потому что, не только не было следов, никаких повреждений от новых переломов, там даже следов не было, но следа от старого перелома не было, врач в моем присутствии, следователю сказал следующее, вот это я запомнил тоже, что не бывает вот бешеного там с расстания кости, как бы у него там хорошо не зажило в тот раз, да, но на снимке должен быть след от старого перелома обязательно, кстати, потом были другие врачи, с тем я уже и не знакомился даже, и, честно говоря, не до того было уже, вот, стресс догонял, и вообще, как бы, ну, это пережить было очень сложно все это, но вы знаете, что те другие врачи, и они делали повторно все эти снимки, все подтвердили, все самые страшные предположения врачей были подтверждены, то есть, мальчик был абсолютно совершенно здоров, все переломы зажили в него, как будто не ломалось ничего никогда у него в жизни, вот, значит, и следа от старого перелома не было, вот, и никаких там повреждений органов не было, нашли лишь одну проблему, одна лишь проблема была обнаружена, еще первый раз, значит, но она врачам казалось никак не связана, вот, с ДТП, но, наоборот, как раз я вижу, что это как раз именно связано было с ДТП, как будто в мальчике не было давно уже пищи, как будто он не ел давно, не просто день, два или три не ел, а не ел давно вообще, ничего, вот, для меня это было еще одно подтверждение, что это было все-таки воскрешение, и ему поверили мальчику, потому что он, я говорил, и врачи с медитаркой, они потом рассказывали, что да, он все время твердил, я вот умираю, я есть хочу, дайте кто-то что-нибудь поесть, вот, и такие врачи сказали, такие помлет, в нем ничего нету, вот реально, стали спрашивать, когда он ел последний раз, а он сказал, что утром хорошо позавтракал, судя по тому, что он описал, это был очень плотный, завтрак, у него предполагался один прием пищи, это была пятница, они там сбегали с уроков, со школы, вот, и весь день должны были гонять на мотоциклах, на этих мобедах, с этих памятных, вот, значит, и всю ночь даже, вот, не поверили вначале ему, стали расспрашивать его, что он любит есть вообще, что ему там мама готовила, вроде похоже на правду, вот, а вчера ты ел, ел, что ты ел, вспоминай, он стал называть, и судя по описаниям, ел нормально, то есть, как бы, не голодал абсолютно, вот, ел хорошо, и не раз в день, вот, позавчера ел, ел, вспоминай, что ты ел позавчера, а позавпозавчера, он не пропускал, судя по тому, что он рассказал, ни один день не пропускал, он ел каждый день, не раз в день, а утром очень хорошо позавтракал, очень плотно, как мужик поел, врачи говорили, что были просто в недоумении, куда всем, в нем это делать, стали спрашивать его про не только стол, но и про стул его, будем так говорить, может, у него какая-то сверхспособность такая, не знаю, такой, туалетный индива, какой-то, не, ну, мало ли, лучше, как бы, ну, может, феномен какой-то, знаете ли, аномалия какая-то, чернобыльская, не знаю, одни условно, он сказал, что у него все нормально, как у людей, то есть ничего такого выдающегося нет у него, знаете ли, то есть у него все обычно, значит, и, конечно, врачи-то были просто, ну, в недоумении, почему это все так вот, но для меня это было еще одно удостоверение, потому что я сам тоже, я верующий, но, ну, не настолько же, знаете, мертвым воскрес и так быстро истрелился, у меня всякие были чудеса, но такого не было, надо поверить, поэтому, это не то, что по моей вере, там, значит, там, какое-то там особое мнение, это здесь, и я не причем точно, может, не приписал бы себе пару лавров, так, как бы, нет, знаете, весь лавровый венок остается Господом, здесь, вот, и, ну, для меня было еще одно удостоверение, ну, первое, то, что не дороги, я видел сам лично, и сам трогал, но, понимаете, ну, сам не сам, но, я думал, а вдруг это было не смерть, а, допустим, просто такой, ну, обморок такой, серьезный обморок, похоже на кончину, мало ли, вдруг показалось мне это смерть уже, вот, я же не медик, тем более, вот, но потом приехали милиционеры, да, и они смотрели это место происшествия, ну, и они, я там не рассказывал особо ничего, сам был в таком стрессе, но этим милиционерам, я познакомился с ними, там Сергей Шкуры был такой, капитан милиции, вот он полиция, он сказал, значит, что, ну, батюшка, ни вы первый, ни вы последний, это точно летальный исход, судя по положению его тела, как говорится, его транспортное средство, мотоцикла, не подлежавшего восстановлению, ваше транспортное средство, значит, там, тормозное, ну, все, короче, по их гаишным приметам, это, ну, покойник, я им говорил, что не морг, а в реанимацию привезли, пацана, ну, поверьте, не перьет его на дороге, ну, недолго, ему там, в реанимации, вот, а тот же самый Сергей Шкура, этот капитан, когда я выходил от следователя, я помню, он стоял в передоре, это надо было видеть, взрослый мужик, и стоит, как будто потерявшийся мальчик в супермаркете, он был в недоумении, он видел место происшествия, видел мотоцикла, не подлежавшего восстановления, видел, где лежало его тело, а здесь, пацан, хоть бы что вообще, как из густя вода, хотя бы, ну, синячок какой-то остался бы, хотя бы, значит, что-то, вообще ничего, хоть бы что, конечно, этот, этот лиционер стоит просто, вообще, да, меня там провожали всем коллективом, как, как сверху на раду приехал к ним, там, кто-то, там, СБУшники, все милиционеры, все эти следователи, все посыпали, все вышли, короче, провожали меня выйти от нас, да, и, сейчас уже за этим числом думаю, ну, после драки кулаками не машут, конечно, я бы там, какую-то речь, завидула бы там, покайтесь, тогда было не до того, честно говоря, вообще, вот, и поехали домой, в Киев, и по дороге, вот, обратно, в Киев, я пережил, вот, стресс, главный, хотя я думал, что, для того дня, и так, слишком много, вот так вот, выше крыши, всякого стресса, я не думал, что еще что-то, вообще, даже не предполагал, что могу что-то еще пережить, более, оказывается, серьезное, нежели происшествие всего того дня, вот, оказывается, все это было лишь увертюрой еще, началом тогда, вот, и, почему я это все рассказываю там, вот, да, Болл заводорил со мной, я не псих, я не слышу голосов, вот, и у меня все нормально, знаете, но, у меня никогда в жизни такого не было, может где-то и псих теперь, я даже не знаю, я не удивлюсь уже, да, одним словом, вот, до того у меня ничего в жизни не было такого, в 2003 году, и после того, уже 16 лет прошло, ничего такого даже близко нету, и не было, и нет, и, честно говоря, и не хочется, чтобы, что-то подобное еще было, это был громкий голос, как будто в машине резко громкую музыку включили, и я полагал, это слышно далеко за пределами машины моей, но, как потом выяснилось, уже на утро, уже следующего дня, что оказывается, это слышал только лишь я один, я полагал, жена все это слышала, 100%, это нельзя было, просто не слышать, я правал, но оказывается, она ничего не слышала, я еще переспрашивал, там, по-всякому, говорю, может быть, ну, хотя бы какой-то шум, хотя бы какой-то дополнительный, это ничего, никакого шума дополнительного она не слышала, оказывается, только лишь я один слышал, Это был громкий голос, который слышал своими ушами. Я в машине не люблю очень громкую музыку, честно говоря. Редко что-то включаю. Если включать, то так, не громко. В Штатах, я помню, столько раз, особенно Южный Централ, там где черные ребята живут. У нас машина закрыта, кондиционерная работа. У них машина закрыта тоже с кондиционером. Там жалища, это Калифорния, юг, солнце палящее, там без кондиционера вообще не выжить. И представляете, на перегрёздке останавливаемся, вот их машина, вот наша машина стоит. И у них там такая музыка так гремит. У меня аж сердце. В машине, у нас в машине невозможно ехать. Я думаю, как бедные в черные уши. Или то, что от них осталось вообще. Как они могут все это вообще? Это такое невероятное. Я такого в жизни не видел вообще нигде больше. Как она была слышна? Я скажу, было очень громко. Я полагал, это далеко за машиной все это слышно вообще. Но, оказывается, слышал только я. Это было три раза одно и то же. Это был вопрос. На все мои вопросы, самому ответил бы, что это было. Он спросил одно и то же. Три раза этот голос спросил меня. Ты это видел? Только я не мог ничего ему сказать абсолютно. Каждый раз я, ну что-то там пробудил, что-то вроде как, да, Господи. Ничего не мог ему сказать в ответ. И третий раз, когда он меня спросил, то не дождавшись моего там какого-то даже там реплики, тот же самый голос так же громко сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все. И вот откуда пришел, куда ушел. И вот до сего вечера ничего такого даже близкого не было. Ни до того, ни после того. И, честно говоря, пережить еще раз подобное, ну, не знаю, хотел ли я бы. Вероятно, нет. Вероятно. Потому что это такой стресс не передать. Даже воскрешать покойника не такой стресс, честно говорю. Я после этого еще раз, несколько раз молился за умерших, за воскрешение. И были опыты воскрешения после этого. Были неудачные опыты воскрешения. Были и удачные опыты воскрешения после этого. Несколько случаев. Но даже воскрешение умершего не такой стресс, как слышать его голос. Я вам честно говорю. И вы знаете, лучше, как обычно он говорит, это вот как-то через слово, читаешь Гиблию и понимаешь, что это об Эбрика. А еще лучше, Рэма. Вот, значит, или, допустим, как-то во сне, или вроде как мысль приходит. Я понимаю, почему он говорит нам чаще всего так, чтобы нас не травмировать. Потому что, если бы он говорил вот как есть, ну не знаю, еле-еле, душа в теле, честно говоря. Вот так вот, да, значит, и, ну ладно. И после того, как он сказал, что вот так будет с церковью, все, я не слышал больше ничего. Но одно и то же место из Писания, вот прошу тоже сделать это из Писания, Евангелие от Иоанна 11.25. Вот это до самого Киева, еще долго ехал, до самого Киева вот это место из Писания само собой вспоминалось одно и то же. Я не мог ни о чем другом думать. Мои мысли были все захвачены этой мыслью. Я есен воскресенье. Вот эти слова, вот это вот, десятки раз одно и то же в голове крутилось. Я есен воскресенье. Я есен воскресенье. Я есен воскресенье. Десятки раз одно и то же крутилось в голове. Потом идут дальше, я есен воскресенье и жизнь, я есен воскресенье и жизнь, тоже одно и то же, десятки раз, я ни о чем другом не мог просто думать, воскресенье и жизнь, воскресенье и жизнь, одно и то же. И потом там поворот такой кипти, Черниговскую трассу, кто знает, поворот такой перекрестка кипти, и эти кипти мне запомнились на всю жизнь, в ту ночь уже, фактически ночь уже была, потому что когда съезжал на эту трассу, то знаете, с этих киптей, то мысль продолжилась вот прям, вот таким образом интересно, не совсем по синодальному переводу, но очень так, и верующий в меня, даже если умрет, оживет, вот таким образом мысль была, и верующий в меня, даже если умрет, оживет, и верующий в меня, оживет. Интересно, и до самого Киева продолжалось одно и то же, воспоминания одного и того же текста, я не мог ни о чем другом думать, вообще. И знаете, когда въехали в город, въехал в Киев, все, прекратилось, как будто и не было никакой такой мысли вообще, еду себе по городу, начну уже спокойно, без всякой этой мысли. Знаете, интересно, значит, но приехали домой, дети все спали в повалку, их возложили, они спали все, мыши налегли спать, значит, и рано утром проснулись, почти не спали, на кухню вышли. Кстати, жена колено повредила при вот той аварии, вот, и полгода еще она болела, вот, и дорогая терапия была, и полгода еще, да, и врачи там, значит, говорили, что очень сложно лечить это все. И на самом деле, значит, очень дорогое было и долгое лечение было, полгода. Вот, надо же, а того пацана, хоть бы что, представьте, у детей у всех было, ну, слава Богу, Бог помиловал, никто ничего там не сломал, но все полетели, когда, значит, то я же тормозил и пытался избежать столкновения, последние секунды, значит, я был за рулем, собственно, значит, и, ну, две тонны на скорости там мало не покажется, значит, а тот пацан выехал из одного села в другой село, через трассу как раз, он ехал, значит, на эти каталки свои, гонялки мотоциклетные, как потом выяснилось уже, другие пацаны уже рассказали, ну, повзрослее, которые уже, уже взрослые приехали, пацаны, вот, значит, и они рассказали, они по мотоциклу как раз и узнали, они узнали, кто это, значит, откуда они, из какого гаража, там, мы знаем этот пацан, мы знаем этих ребят, вот, они сами собирают, эти мопеды какие-то, значит, вот, они выехали, будут выехал покататься. О, спасибо тебе, господи, спасибо. Знаете, я благодарен Богу, можно много рассказов других еще эпизодов воскрешения, но, или исцелений, всякие были случаи, самый удивительный случай был исцелений в Харьковской области, вот, когда, тоже, отделение, там, как, травматология, да, все были исцелены, вот, 100%, то есть, такого никогда у меня раньше не было, тоже, ни до того, ни после того, чтобы, вот, были 100% люди исцелены, вот, и поэтому, когда молились, получается, пятницу вечер, то в понедельник при обходе врачей всех надо было выписывать. Остались лишь в больнице, там, в этом отделении те, кто на выходные, они ушли домой и думали, куда идти, вот, поэтому важно быть на правильном месте, в правильное время, и когда прогуливать собрание, даже такое опасно, оказывается, интересно. Вот, даже там были, притом, были поломанные люди, некоторые легко, а некоторые тяжело лежали, лежачие, и, там, на всяких этих штуках, там, на этих, вот, таких, здателях лежали, а другие, ходячие были, просто, там, как-то, с бриллиантом, и все, значит, с гипсом, значит, вот, и, значит, и, вот, которые уходили, вот, они пришли, получается, в понедельник, вот, и они остались в этом отделении, немногочисленные эти, вот, как раз, прогулщики, вот, а все, кто были там, даже один был, там, мусульманин, тоталин, он, он, вначале, единственный, кто артачился, как перед молитвой, я говорю, я, говорит, мусульманин, я татарин, говорю, я тоже татарин, говорю, значит, ну, не мусульманин, про то, но, а что бог не любит татар, что ли? Любит, конечно, говорю, давайте поборемся, говорю, вот, призовем имя Исы Басиха, он согласился, короче, помолился, тоже был исцелен, вот, значит, и, там, некогда раз пастор Сезюма, по-моему, или, откуда он, Сезюма звонил пастор, значит, там, говорит, что, у нас здесь такое произошло, вообще, в понедельник, после беда звонил уже, обход врачей, значит, и вообще, ну, все отделение пришлось выписать, вообще, все гепсиды снимались, потому что они все были здоровы, вообще, врач там объяснял, значит, спрашивали дежурного врача, что случилось у вас за выходные, за два дня, почему они все исцелились, ну, какой-то батюшка с Киев, там, заезжали, что мы там, молились, короче, значит, в пятницу вечером, ну, только лишь, как можно было объяснить вообще, то есть, значит, ну, никогда не было такого, чтобы 100% было исцеление, 100% было исцеление, такого никогда раньше не было, да и после этого тоже не было, но вы знаете, самое основное, о чем, что хочу сказать, что в этих чудесах Бог показывает, что Он хочет исцелить свою церковь, воскресить и исцелить свою церковь, как физический недуг, как, ну, даже, недуг, недуг, немножко недуг, воскрешение мертво, тело, уже все, дух уже ушел, написано в Библии, тело без духа что? Мертво, мертво, все, мертво, однозначно мертво, но когда дух возвращается, тело оживает, тело бывает быстро, бывает медленно, но оно оживает, и вот нечто подобное описывается в Библии, помните, да, когда Израиль напоминал, ну, в глазах Бога, да, он был, как будто бы весьма сухие кости разбросаны на поверхности поля, это даже не то, чтобы трупы лежали, нет, это не морг, это вообще уже на поверхности поля весьма сухие кости, это, знаете ли, я не знаю, как это, и Бог спросил пророка, а живут ли кости сии? Представляете, как бы нужно иметь веру, но здесь вот только что умер человек, и ты молишься за него, и то, вот, раздваиваешься в мыслях, как это может быть вообще? Я понял из практики, если будешь молиться за воскрешение, лучше не думать об этом, вот, серьезно, это каждый раз меня только тормозило, это то же самое, как за исцеление, молиться, когда начинаешь думать, как это может быть исцеление, как это, ой, не наше ума это дело, знаете ли, чем меньше знаешь, тем крепче спишь, вот, и лучше исцеляешься, и воскрешаешься, потому что меньше задаешь вопросов, больше действий делаешь, потому что и поливающий, и насаждающий не что, а все Бог взращивающий, дающий жизнь, вот, и Израиль, он в этом пророчестве был воскрешен, удивительно, говорилось, что, когда Слово Божие провозглашалось, да, то эти кости стали шевелиться, и они стали сближаться, образовывать скелеты, потом плоть обросла, потом кожа, это были уже трупы, а затем дух вдохнул на этих убитых, и весьма великой полчищем стал. Друзья, это сильнейший образ, оторванный от корня, люди говорили, все, погибла надежда наша, все, пропащие мы, без роду, без племени, все, но не все, последнее слово всегда за Господом, последнее слово всегда за Богом нашим, и Он не оставил Израиля и не покинул, и после, скажу, в Библии, и в истории Израиля мы видим много примеров чудесного воскрешения. Я в Израиле был один раз только, в 2006, получается, да, году, давно уже, и недельная была экскурсия по всему Израилю, нам показывали еврейское государство, показывали города, экскурсий было много, ну да, за неделю там фактически мы там какие-то многие вещи посмотрели, и вы знаете, экскурсовод, там, Марина Воробьева, из наших русских евреев, вот, еще из тех сионистов еще, что тогда в 80-е годы учили еврей самостоятельно на свой страх и риск, там, КГБ их гоняло, там, арестовали, штрафовали тоже, там, все, хотя в 80-м уже было попроще, в 70-е было пожестче, конечно, там, Павел Маркович, один там, значит, его там арестовали, старого еврея уже, главное, уже задержали, в 79-е годы, ну, перед Олимпиадой, в 80-х годах было дело, и тоже там на Луганку его, значит, допрашивали, вот, значит, уже пенсионера там, все, значит, ну, что его теребить-то, ну, допрашивали, реальный случай, ставший анекдотом, советским, значит, и я просто от Марина Воробьева узнал еще, как бы, некоторые, там, подробности, детали, которые я не знал раньше, вот, значит, и вот опрашивают, значит, и вот, что ж вы, вот, как бы, советский ученый, значит, пенсионер, там, заслуженный, все, значит, и вот, в сионистский кружок учите еврей, зачем вам, оно вам надо, ну, тот объяснил, говорит, так и так, вот, товарищ, там, чекист или исследователь, кто-то, ну, вот, к примеру, а если есть жизнь вечная, Бог, там, ну, я вот задумался над этим, вот, если в рай попаду, то, чтоб дураком не будет, буду знать язык райский, еврейский свой, ну, а исследователь решил, вот, так, сумничать, и говорит, а если вам попадете, русский, я уже знаю. Короче, их облюнули, отпустили стариками, уходя отсюда, мужчина, вообще, идиотип. Вот, реальный случай, там такие были, вообще, вот, значит, и эта Марина рассказывала, там, такие интересные вещи, попросили рассказывать, такие, не то, что обычно, вот, рассказывают на экскурсиях, а вот некоторые, такие детали, которые, вот, ну, ей, как сианистке, вот, именно, со стажем уже, вот, именно, вот, трогают ее сердце. И она рассказала, вот, несколько эпизодов таких. Кстати, она меня спрашивала, как-то, в первый, или во второй день, по-моему, спросила меня, а я был в рясе, с крестом на груди, вот, значит, как положено все, значит, один был только, там, в группе, батюшка, вот, и она, там, думала, ну, раз, батюш, значит, надо, что-то, там, такое, правоставное, там, там, чудеса, там, что-то рассказать такое, вот, и она, говорит, вот, там, значит, там, вот этот камень, там, дает, там, умножение, как бы, там, что-то еще, там, ну, короче, там, всякие байки эти, я же знаю, ну, как бы, ну, сам переболел всем этим раньше, да, вот. И она потом удивлена меня спрашивает, как-то, как-то, между делом, батюшка, а почему, я, обычно, батюшки, когда бывают священники какие-то на экскурсиях, они в первых рядах всегда, там, целовать всякие камни, значит, кресты, всякие иконы, а вы как-то, какой-то странный батюшка, вот, у вас ничего это не колышет, как бы, ничего это не цепляет, целовать вы ничего не целуете, как бы, камни вы не ловызаете, как бы, и, я говорю, парень, ну, я, говорю, другой ориентации, говорю, духовной, я, говорю, я этим переболел, если бы раньше вы мне это предложили, я просто при великим удовольствии тогда, значит, да, поклонялся всему, ну, ну, уже я, я, говорю, реформатор, туда-сюда, интересно, короче, нашли там интересные такие темы, поговорили, вот, и она рассказывала об этом дереве, там, чудо-дерево, там, одна из таких сионистских легенд, интересных таких, быль, не быль, разное мнение есть, но 2000 лет, может, меньше, может, больше, маслина была мертва, одна там, да, но с момента образования государства Израиля, она вдруг не с того ни сего взяла, и эта коряка расцвела. Конечно, 2000-летняя их раздатель, ну, больше, чем 2000 лет, этому дереву, но порядка 2000 лет она была мертва, и это было воспринято многими тогда, вот, да, переселенцами, да, сионистами, да, молодыми, молодежью, было воспринято как знамение свыше, вот, именно благоволение Бога, вот, как бы, небес благоволения к тому, что возрождаем мы страну свою, слава Богу. Ладно, друзья, вот, и пусть Господь благословит вас, особенно, ну, ничего, переревки буду делать, уже осталось совсем ничего. Вот, вы знаете, друзья, я расскажу, давайте, позанавес расскажу пару, может, спрашивок, не знаю, на ночь-то глядя, вы к этому особо не боитесь. Не, ну, еще будет 15 лет, сдержу ваше внимание, и потом отпущу уже с миром. Вот, и несколько вопросов хочу затронуть, которые наверняка вам будут важны. В общем, смотрите, есть отношение к Духу Святому, такое, магическое такое отношение к Духу Святому. Есть такое лжевое учение, называется «Об апостольской правопреемственности». Слышали, наверное, об этом учении? Нет? Блаженые вы тогда, что ли, слышали? Хотя, в принципе, с этим рано или поздно все равно будете соприкасаться. Суть учения очень проста, что вот апостолы, Христовы, да, пережили, вот, в Деяниях там написано во второй главе, да, причины Духом Святым, вот, получили благодать Духа Святого, и вот, как бы, рукоплодали других епископов после себя, те следующих епископов и дальше, и дальше, и дальше. И вот, как бы, вот по системе такой непрерывных рукопознажений якобы передается благодать Духа Святого. И якобы только лишь та церковь настоящая, которая имеет вот эту непрерывную цепочку рукопознажений. Ну вот, вот так вот примерно ее можно описать, эту доктрину ложную. Вот, якобы, вот эти 12 получили благодать, вот, хотя это уже полуправда. Правда в том, что там уже было человек 120, и там были мужчины и женщины, вот, разные были люди. Поэтому не только там 12. Хорошо, ладно, это одна беда. Вторая беда, что утверждается, что якобы только лишь вот через эту цепочку непрерывных рукопознажений якобы передается благодать Духа Святого. И вот якобы действительно это есть основное для понимания, что такое церковь, для понимания кризиологии, понимания того, что есть церковь. Почему, допустим, вот раньше, до 96-го года, я бы считал, что вот такое собрание не является церковью, и вы меня бы не смогли переубедить в то время. Почему? Потому что я считал, что вот, ну, споры ордословных, как были бы, я считал, что я в канонической православной церкви, что меня вот в 91-м году в священнике рукополагал, да, архиепископ Симон Рязанский, Касимовский тогдашний, уже покойный, вот, он рукополагал меня в священнике. Моего епископа, да, Рязанского Симона, его рукополагали, там, другие, там, но у него, там, епископы были, тех епископов, следующие, там, и дальше, дальше, и, в принципе, посидеть, покорпеть, можно было бы свою родословную, знаете ли, до первых апостолов довести. Ну, и что это для меня значило? Ну, все. Это означало, что теперь я не просто Сережа, а отец Сергий, уже белая косточка, голубая кровь, уже породистый, знаете ли, уже совсем другая история, уже на мне благодать, уже все, уже, я, там, канонический теперь священнослужитель. Вот, и повод к гордыне невероятный. Вот, вот, и якобы, вот, мы, как иерархия, мы, как бы, вот, приватизировали, монополизировали вот эту благодать, как бы, да, и Дух Святой, он наподобие того джина, который попал в лампу нашей конфессии, нашей динаминации. И он уже дышит не там, где он хочет дышать, вынужден дышать там, где здесь дыши, здесь не дыши, дыши, не дыши. Вот, дышать уже там, где уже мы повелеваем и можешь дышать уже. То есть, он уже у нас на побегушках, как та золотая рыбка, как бы, на посылках у той сумасбродной столухи. Знаете, друзья, но Дух Святой никогда не согласится на такую роль, как и Иисус, если согласится быть, вот, куда хочу, туда верчу, как в том анекдоте, помните, да? Муж говорит, я глава, глава, а жена, да, я шею, когда хочу туда головой и верчу. Вот, на самом деле, с Иисусом такое не пройдет, да, с ним так не получится абсолютно, он не подкаблучник. Церковь повинуется Христу, но не наоборот. Вы его не убедите, не заставите никогда абсолютно поступать по-другому. Он либо Господь, либо никто. Он не будет никогда номером два, три, там, прочее. Нет, либо Господь, либо никто. Все. И чтобы он был Господом, это действительно признание его господства, признание его. Мы обычно говорим, что Иисус Господь, но многие просто верующие, ну, до конца, видимо, не понимают смысла вот этого изречения. И Иисуса Господом назвать никто не может только лишь Духом Святым. И это не просто словами даже, многие могут назвать Иисуса Господом, но Духом Святым, по-настоящему, мы можем Иисуса Господом своим назвать. Каким образом, то бишь, признать его господство над нами, войти в поминовение ему. Это его королевство, это его царство, царство небесное. И он там царь, царевич, король, королевич. И его это царство, его это, и ничто, никто другой не может быть королем здесь в этом царстве, в этом государстве. И, дамы и господа, братья и сестры, так вот, и Иисус, получается, сейчас здесь, его экклезиология другая, его понимание церкви другое. Какое? Помните, да, он сказал, где двое или трое, собранное во имя мое, там и я посреди них. То есть, он поселяется в нас, верующих, это одно, одна тайна. Другая тайна, он каким-то образом посреди нас, среди нас, когда мы даже двое или трое таких собираемся, в которых живет Христос, он во всей своей полноте среди нас тогда, как царь, как господь. Вот это понимание церкви. А вообще, для более правильного понимания, что есть церковь, надо открыть 1 Коринфянам 3.16. Вот этот золотой стих экклезиологии, можно сказать. Иоанна 3.16 – это золотой стих Библии, а вот 1 Коринфянам 3.16 этот стих назвать можно однозначно золотым стихом экклезиологии. Понимание того, что есть церковь вообще. Написано, разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Храм Божий, как на Руси говорили. Некоторые были реформаторы, нестяжатели, заволжские старцы, Нинсорский, Васян Патрикеев. Говаривали, храм Божий обшит кожей. А еще другая была присказка – храм не из брюйна, а храм из ребер. И имелось в виду, что живой человек, он есть храм Божий. Это удивительно. Это третий храм, дамы и господа, братья и сестры. Если не считать, что тот передвижно, переносной храм с Киньей, то был первый храм, который построил Соломон, в сатарской традиции Сулейман. Он построил первый храм, затем по грехам нашим он был разрушен, затем было изгнание, затем было покаяние, возвращение, тшуа, возрождение храма, который мы уже называем вторым храмом. Со временем возвращения называли уже это вторым храмом. Хотя это был тот же храм Божий, но это уже был второй храм. Второй храм, он ко времени прихода Машиаха, ко времени Рождества Христа, он был великолепным. Он был в золоте, он был не менее великий даже внешне, нежели первый храм. То есть, строился, расстраивался, отстраивался, при Ироде Великом он стал весьма блистательным. Но в 30-м году нашей эры Машиах сказал по поводу этого храма, что «Се, оставляется дом ваш пуст». Братья и сестры, через 40 лет после слов Машиаха этот храм был разрушен. Через 40 лет, в 70-м году нашей эры, храм был разрушен, второй храм. Но между этими словами и исполнением этих слов, еще когда храм еще существовал, то вот это местописание было записано уже. То есть, послание Павлова к Орингтонам было записано еще до разрушения храма, до 70-го года. Там точно неизвестно, какой был год, но разные мнения есть у ученых. Но до 70-го года однозначно, до того, как храм был разрушен. И апостол Павел писал уже тогда, братья, что, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Тот храм каменный, великолепный, он был уже пуст, он был мертв. Да, он еще не был разрушен, оставались последние годы его существования, но он был, по сути, уже пустым, был мертвым. Но в зале, все. Но параллельно начал созидаться новый храм, уже третий храм, на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иешуа Нашиаха, Иисуса Христа. И этот храм есть тело его, тело Иисуса Христа. Главою, куполом этого храма, завершением этого храма является, как и основанием, сам Иисус Христос. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. И на этой стройке тысячелетий работа временами приостанавливалась. Знаете, превращалось все в долгострой, казалось, проще уже снести, наверное, и по новому строить. Но Бог так не решил, слава Богу. Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И даже в период до долгостроя, казалось бы, и уже там уже все в бульон поросло, хотя строители выходили изредка, в каждом поколении были верные, которые, несмотря ни на что, выходили и строили. Пусть даже неправильно что-то строили, там что, но что-то строили. Работа все равно велась. Но пять столетий назад на строительной площадке появились Мартин Лютер, Кальвин, Цвингли, Анапаптисты. Работа опять закипела. Перестройка, переделка. И вот пять столетий эпоха Великой Реформации, то есть восстановления Храма Божьего, возрождения, первоначального проекта. Потому что от первоначального проекта строители многие столетия отходили так далеко, что больше надо ломать. Перестраивать сложнее, конечно. Проще сызного строить. Но Бог, Он не бросает, не оставляет. Он перестраивает. Сегодня, по милости Господней, через нас с вами эту работу продолжает. Слава Богу. Поэтому, друзья, молитесь. Я верю, что в таком многоветвистом древе христианства есть, конечно, разные ветви христианства. И есть такие, что зеленеющие, плодносящие. Есть только зеленеющие, без плодов. Есть вообще уже не зеленеющие, там, отломленные, надломленные. Есть засохшие, завядшие. И, казалось бы, все, уже только лишь можно только их сжечь. Но, знаете ли, Бог до последнего ждет покаяния человеческого. Бог действительно хочет мертвых воскресить, спящих пробудить. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Павел пишет в христианах. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Я верю, что это в том числе пророчество и о последнем времени. Что Бог спящие души, Он пробудет. Мертвые воскресит и осветит свою церковь Христос. И спящих мертвых, пробужденных и воскрешенных состоящих. Слава Богу. Дамы и господа, братья и сестры, благоставляю всех вас. Благоставляю, кто онлайн смотрит сейчас. И прошу ваших тоже молить. На протяжении этого месяца уже потемнело, да. Уже с Новым годом всех поздравляю. С Новым счастьем. Этот месяц, он еще более радостный, чем прежний. Адар месяц прекрасный был. И месяц Адар для нас, библейских верующих, это месяц Бурима, да. Месяц избавления нашего. Но Ниссан, он еще больше, знаете ли, более радостный. Поздравляю всех автолюбителей, у кого машина Ниссан. Да, значит, да, это хорошие действительно машины. Слава Богу за Японию. Слава Богу за страну восходящего солнца. Молодцы, ребята, конечно. Но для библейских верующих, это не только машины хорошие. Это еще и что? Месяц нашего избавления. Месяц, да. Так что мы не будем Ниссан окрасить в красный цвет и стукаться, знаете ли. И скажу, что Бог да благословит нас, верующих в эти последние времена. Друзья, да благословит нас. И на протяжении этого месяца, Ниссан, я собираюсь как раз говорить о Пасхе, говорить об избавлении. Завтра здесь тоже буду как раз говорить тоже об этом. Поэтому добро пожаловать в собрание. Субботу эту и воскресенье я здесь с вами, в Кривом Роге, делюсь словом. Кто будет в Киеве на следующей неделе и еще дальше, то добро пожаловать. Буду рад увидеться в Киеве у нас в собраниях. Ну и по-любому не забывайте о молитвах ваших. Благословляю вас. Привет от моей семьи, от моей супруги. Вот. И оно у меня героическое. Вот. Душа и героические, действительно. Я помню, если кто помнит, да, я приезжал на пост когда сюда. В первый день поста у нас была такая радость извести. Пришло уже окончательное подтверждение. С другой уже клиники уже. Первое было подтверждение об исцелении от рака. Было от обычной клиники, да. А потом заплатили еще, чтобы перепровериться в частной клинике. И повторные все анализы подтвердили их уже то же самое, что полностью исцелена. Никакого даже слетания с того сутра. Спасибо, Боже, спасибо, Господи, за все. И для меня поэтому Криворов стал еще более любимым после этого. Я когда в первый день здесь на посту, на молитве, получил в Доме Хлеба такое еще подтверждение, для меня было еще больше радостью такой. Так что для меня это как бы особенное такое переживание всегда. Я теперь снова быть с вами, да. И благодарю Бога всемогущего. И молюсь за вас, братья и сестры. Молюсь за православных христиан, здесь Кривого Рога, Кривбаса, за христиан католических, протестантских, разных верующих, чтобы независимо от того, какой мы веточке, даже, слушайте, друзья, даже ведь в самых засыхающих и отмирающих и умерших веточках порой живые листочки видны. А порой на самые зеленеющие веточки, плавоносные, встречаются такие товарищи, которые еще совсем товарищи, сухие, такие засохшие. Дело-то даже не веточке. Хотя, конечно, хорошо зеленеться для зеленеющих. Но знаете ли, Бог, Он хочет, чтобы все древо было оживотворено. Христом. Спасибо, Боже, за все. И благоставляю вас, всех возлюбленных, братья и сестры, благоставляю во имя Господне. И слова эти, которыми я живу уже 16 лет, я сегодня снова в завершении провозглашаю. Я живу этих последних 16 лет этими словами. Я есмь воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. Я говорю воскресенье, подразумеваю Иисус. Я говорю жизнь.